Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование послания святого апостола Павла к римлянам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим пятую главу. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которую верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И несим только хвалимся, и скорбями, и зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши духом святым, данным нам. Так продолжает апостол Павел в своем послании к римлянам, говоря и рассуждая о законе и благодати. Все первые четыре главы, которые мы с вами рассмотрели, и последующие главы, они в основном касаются именно этого вопроса. Мы говорили с вами, что в Риме были обращены из иудеев, которые рекомендовали, скажем так, настоятельно тем людям, которые из язычников прилиплялись к Церкви Божией, чтобы они исполняли закон Моисеев. Поэтому апостолу Павлу по благодати данной мудрости ему свыше, Духом Святым, много пришлось в этом послании разъяснять, что есть закон, каково его место и какова благодать, о которой он говорит здесь, спасающая нас во Христе Иисусе. Мы видим, что первые слова и первый стих пятой главы апостол так и говорит, что, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Вот эти вот важные слова «мы имеем мир с Богом». У нас такой вопрос, а что раньше мы этого мира с Богом не имели? Очевидно, что нет. Где разрушился и произошло нестроение человека с Богом? Где человек утратил этот мир по отношению к Богу и утратил этот мир в своей душе? Тогда, когда произошло отпадение человека от Бога, в начале человеческой истории, в лице нашего прародителя Адама и Евы. Поэтому апостол здесь подчеркивает, что мы оправдались верой и имеем теперь мир с Богом, и говорит, через кого и как, через Господа нашего Иисуса Христа, снова указывая на его спасительное действие по отношению к человеку через крест, через страдания и светлое воскресенье. Так он и далее пишет, «Через которую веру и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Действительно, вот это очень такое емкое и красивое слово, которое здесь выражено из уст апостола Павла. Он говорит, «Мы получили доступ». Это слово, оно очень знакомо и современному человеку. Мы знаем, что не зная какой-нибудь доступ, например, пароль, или как сегодня, чтобы зайти в студию, мне тайно сказали некий доступ. Как сюда пройти? Какой надо нажать код? Сказали, больше никому не сообщать. То есть мы знаем с вами, понимаем, что доступ без доступа в интернет-сети мы не сможем войти в какие-то нужные нам файлы или документы. Точно так же и здесь. Мы имеем этот доступ, и другого доступа нет к благодати Божией через те таинства, которые Христос оставил нам здесь в церкви, созданные им. Как он и сказал, «Создан церковь мою, и по определению его врата ада не одолел». Те таинства. Многие люди, людям кажется, «Ну вот, какие-то зачем-то исповедь, Бог и так меня слышит в душе». Другим людям кажется, что «Да зачем это какое-то странное таинство, причастие, под видом хлеба и вина мы принимаем истинное тело, истинную кровь Иисуса Христа». Как это так? Начинается рассуждение, человек желает постичь это все своим разумом, не понимает только одного. Может, нам тоже не нравится тот доступ, который нам предлагают, например, какие-то информационные сети, но мы не рассуждаем об этом. Что мы делаем? Что мы делаем, имея этот доступ и зная о нем? Мы им пользуемся. И поэтому советую всем нам, уже пришедшим или думающим, прийти ко Христу, пользоваться тем доступом, который дал нам Христос. А рассуждение, оно придет. И вера, знание, вера совсем не исключает знания. Оно будет только утверждать нас в дальнейшем, постепенно. Конечно же, мы знаем, что знания посторонние, они надмевают человека, а любовь назидают. Но знания во Христе Иисусе, они никогда не бывают лишними. И мы видим, что апостол говорит, что мы имеем этот доступ. Да, и не сим только, говорит, хвалимся, что мы имеем этот доступ, и что мы во Христе и имеем ту надежду, которая не постыжает. Но дальше, говорит, ну и скорбями. И скорбями. Почему? Зная, объясняет сразу же здесь, что скорби производят терпение. От терпения опытность, от опыта не надежда. Мы часто с вами говорим о добрых делах. Что вот мы говорим, вера без дел мертва, согласно изречению апостола Якова. Действительно это так, вера без дел мертва. Но надо помнить, что добродетель, она не только внешняя, но добродетель, она бывает и внутренняя. Вот это состояние, например, то же условие нашего спасения, как молитва. Молитва доброе дело? Да. И вот апостол Павел говорит, не только молитва, не только приступ, пать к таинствам доброе дело, но и терпение это доброе дело. Это доброе дело. Поэтому этому доброму делу терпеть надо еще научиться. Поэтому апостол здесь и говорит, что это доброе дело дает и свои плоды. Какие? Опытность. Опытность. От опытности рождается надежда, а надежда не постыжает. И говорит, почему? Потому что любовь Божия излилась в сердцах нашим Духом Святым, данным нам. Апостол нас подводит здесь к главной мысли. Сейчас он, вот эти последние слова в пятом стихе, он говорит, что в сердца наши излился Дух Святой. И дальше он будет продолжать свою мысль, что исполнение закона, настоящее исполнение закона, оно невозможно без благодати, без помощи Божьей. Мы не можем ни одну заповедь сделать без помощи Божьей. Только что-нибудь сделали доброе или даже потерпели, или подумали, что ну вот я не ответил, мне слово там, а я промолчал, и вот уже я сделал какое-то доброе дело. Но здесь мы видим, что тут и тщеславие сразу, что мы чего-то уже достигли в этой христианской жизни и прочие такие поганенькие мысли, которые нам всегда подсовываются известно кем. И далее апостол продолжает эту тему, ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Видите? Он не говорит за нас нечестивых, аккуратненько наш слух, чтобы мы так сильно уж не повредились, не встряхивает, хотя в некоторых словах он говорит, в некоторых местах более так вот жестко, чтобы как-то трезвить человека, но жестко, в хорошем смысле, это слово, как родитель, например, чтобы исправить сына, он что-то говорит ему так настойчиво, скажем. Но здесь он, видите, как аккуратно апостол говорит, ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Говорит, мы были немощны, а за нечестивых, он не говорит, за нас нечестивых. Но хотя это так, на самом деле, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится уметь. Действительно так, что умирать, да, за праведников, они ничего нам не дают, благодетели, но они нам зарплату платят. Конечно, мы тут, если там их кто обидит, мы готовы там постоять за них, потому что почему? А мы от них что-то получаем. А здесь вот он старается как бы достучаться апостолу до наших сердец и дать нам понимание, что если мы от благодетеля получаем какую-то мзду, то от Христа мы получили самое главное — жизнь и мир с ним. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он подчеркивает эту мысль и далее продолжает. Посему, тем более, ныне, будучи оправданно кровью, его, спасаемся им от гнева. Видите? Он не говорит, заметьте здесь, снова вот братья и сестры, призываю внимательно читать Священное Писание. Смотрите, он говорит, посему, тем более, ныне, будучи оправданно кровью, его, спасаемся им от гнева. Не спаслись им от гнева, как некоторые думают протестантствующие. Вот что там. Христос за нас 2000 лет кровь пролил на кресте. Да, конечно, это событие истории, всей истории человечества. Но не спаслись там тогда один раз, а теперь вот просто верой мы живем, ничего не делаем, и не надо приступать к таинству причастия, а спасаемся. Это очень важное замечание. От гнева Божия спасаемся в крови его. Как помните, у Иоанна Богослова в Первом Послании так и сказано. Эти стихи мы с вами рассматривали, можно их вспомнить, кратенько обратившись к Первому Посланию апостола Иоанна Богослова в первой главе с... да, вот, седьмой стих. Если ходим во свете, подобно как он во свете, то и мы общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Заметьте, не очистила, когда-то там, а очищает, стоит в настоящем времени. Можете проверить в греческий, пожалуйста, Александрийский козыг. Здесь стоит действительно в настоящем времени. Очищает. Где и когда? В оставлении грехов и в жизнь вечную. Когда мы слышим, причащается имрек в оставлении грехов и в жизнь вечную. Вот где Христос очищает нас от всякого греха. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Его Сына, то тем более примирившись, спасемся с жизнью Его. И не довольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Снова апостол подчеркивает ту же самую мысль, которую он начал с первого стиха. «Мир с Богом и Господом нашим Иисусом Христом». И вот 12 стих, очень важный. Здесь сказано, «Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеках, потому что в нем все согрешили». Этот текст говорит о том, что действительно нет человека праведного ни одного. Все согрешили, и младенцы, рождающиеся, они также находятся под состоянием еще не приобретенного греха, потому что, ну что он младенец, он еще ничего не успел собственного греха какого-то сознательного своего сделать и не может, потому как еще неразумный младенец. Но уже имеет этот порог греха как некую болезнь, которая проникла в человеческую природу с отпадением человека от Бога. И 13 стих, «Ибо до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона». Вот это очень важный стих. Видите, апостол Павел говорил о благодати, говорил о Христе, говорил о доступе ко Христу, говорил о том, что грех пришел во всех человеков, теперь начинает, переходит снова к вопросу о законе. И говорит, «Ибо до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона». Что это значит? Это говорит о том, что если человек по своему незнанию сделал какой-то грех, он не является еще в полном смысле этого слова преступником закона, потому что он не приступал закон, не знал его. Но когда уже закон был, то есть законом познается грех, то тогда человека можно назвать в полном смысле этого слова преступником закона, преступником закона, потому что он его приступил, а когда действительно он его не знал, он его нарушил. Но чувствуя по закону совести, что нарушил, но в полном смысле пока слово «преступником» его назвать сложно. Хотя в юриспруденции, как мы знаем, незнание закона не освобождает от ответственности. Ответственность, она все равно, конечно, у человека перед Богом есть. «Однако же смерть», продолжает апостол, «однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Здесь апостол Павел подводит к мысли, что такое смерть. Смерть есть в беззаконе. Поэтому он говорит, что и до закона они не знали. Он подчеркивает, что когда был дан десятисловный закон и другие законы Моисея в Туре, начиная с книги «Исход», там с 20 главы, далее там 21, 22, 23, они все рассказывают, как человеку поступать в той или иной ситуации, растолковывают как бы закон. И мы видим, что здесь апостол Павел так и говорит, что «однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и нет согрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточствует для многих». То есть здесь апостол Павел, по сути, растолковывает 12 стих, что «посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом, так грех пришел во всех человек». Теперь он говорит, откуда этот грех, особенно это было важно римлянам, потому как мы помним проповедь апостола Павла в Ариапаге, в книге «Деяния апостолов» 17 главы. Апостол Павел там начинает о том, что Бог творец этого мира. И здесь он теперь это адресует, он знает, что иудеи есть в этой общине среди язычников, теперь уже крещенных, но еще пока неофитов, но также есть и римляне. Поэтому им важно начать и разъяснение. Иудеям это разъяснять не надо. Они и так знают, о чем говорил Моисей и о чем сказано в Торе. А им нужно, язычникам нужно это сказать, что как тогда грех вошел, они не знают о первородном грехе, они там верили, может быть, там, скажем, в философию, ну, кого там, кто там учил Аристотель или еще как, или эпикурейство, или стоиков, что мир произошел случайно, или мир произошел из воды, там, из капли, из жидкости. Разные были версии языческих мировоззрений. А вот этого они, может быть, и не знали, где-то слышали. Апостол Павел на это обращает внимание, что одним человеком грех вошел в мир, а теперь Христом он уничтожается. Идар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одного преступления к осуждению, и дар благодати к определению от многих преступлений. Ибо если преступлением одного, то есть эту мысль он будет несколько раз повторять с разных сторон, чтобы было понятно, если преступлением одного смерть царствовал посредством одного, то тем более преступляющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, снова возвращается к этой мысли, как преступлением одного всем человеком осуждения, так правду одного всем человеком оправдания жизни. То есть он старается эту главную мысль, снова-снова повторю, подчеркнуть, что если одним Адамом все отпали от Бога, то теперь тем более Богу человеком Иисусом Христом у нас есть надежда о восстановлении в этом мире, о чем он начал говорить в мире с Богом. И 19 стих. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделались праведными многие». Смотрите, апостол Павел здесь дважды повторяет одно и то же слово. «Многими, многими». «Как непослушанием одного сделались многие грешными, так и послушанием одного сделались праведными многие». А вот Климент Александрийский, свидетель, пишет по этому поводу следующее. «Заметь, как Павел и здесь проводит различия в отношении греха и праведности, сказав «многие, ведь не все, кто был до закона, согрешили, и не все, кто в благодати, поступают праведно, ибо много званых, но мало избранных». В том же, что касается телесной смерти и телесного воскресения, он употребляет слово «все». Что хочет сказать здесь свидетель Кирилл Александрийский? То, что воскресение из мертвых, и то, что Христос умер за всех, и что воскресение из мертвых будет для всех, как для праведников, так и для грешников. Но, как многие, говорит, тогда до закона согрешили, так и теперь много званых, но мало избранных, но Господь призывает, то есть многие, но не все, не все наследуют Царствие Божие. Здесь прямое указание Климента Александрийского и святого апостола Павла говорит о том, что спасение не для всех. Воскресение, да, всеобщее. Хочет Бог спастись всем? Хочет. Все спасутся? Нет, многие, но не все. А многие это не все. И дальше мы это слово встречаем множество раз в Священном Писании, например, в Евангелии от Матфея, в 24 главе, когда Спаситель говорит, что многие лжехристы восстанут и прелестят многих, и по причине умножения беззакония во многих, но не во всех, во многих охладеет любовь, потерпевшись до конца спасется. Или в Нагорной проповеди, 7 глава, 13 стих, говорит, входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространят путь, ведущий в погибель, и немногие, видите, как пишут, идут ими. То есть не все, немногие. Здесь даже говорят немногие. Поэтому так. Амбросим Диоланский пишет по этому поводу цитата. Многие согрешили, последовав Адама, но не все. Тоже подчеркивает эту же мысль. И многие оправдаются верой во Христе, но не все. Конец цитаты. Слышите? Очень важно. Очень важно. Многие, но не все. Нет никакой теории всеобщего спасения. Ложная. Ложная доктрина, которая была осуждена еще на 5-м и 6-м в Северенском соборе. И здесь в начале, еще в послании уже в начале века, в общем-то, эта мысль подчеркивается и отцами церкви подтверждается. И далее мы читаем. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. Тоже очень важные слова, которые надо понять. Понять, что умножилось преступление, если бы закона не было, было бы меньше было. Нет. Просто когда закон пришел, он указывал на преступление. И теперь люди уже по своей свободной воле могли выбирать, либо поступать по закону, либо нет. Вот помните у того же Евангелиста Анна Богослова, его послание, в первом послании, в последней главе, в пятой главе, в первом послании Апостола Анна Богослова, есть такие слова. Есть грех смерти, есть грех не ко смерти. То есть грех к смерти — это состояние, когда человек знает закон и приступает его. А грех не ко смерти, то есть человек может еще исправиться, не оторваться совсем от Бога. Это когда человек по незнанию что-то совершил, и ему этот грех сложно приписать, что да, вот упорства здесь не было, здесь не было противления воли Божией. Поэтому так, дабы как грех царствовал, пишет в смерти, так и благодать, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. То есть мы видим, что апостол говорит о том, что как тогда в ветхозаветное время царствовала смерть, то теперь Христос, в общем-то, в новозаветное время дал нам облегчение. И мы имеем преимущество перед ветхозаветным человеком, потому что мы имеем доступ к благодати Божией, к такой благодати по милости Божией. За это мы и благодарим Бога, что без Него ни одной заповеди, ни одного доброго дела мы вообще бы сделать не смогли. Поэтому мы и говорим, и самая краткая молитва, которую мы твердим и в сердцах наших, и в устах, Господи помилуй. Надеемся только на милость Божию. По силам стараясь, конечно, искоренять в себе все страсти и грехи, применяя все свои усилия, но понимая, что иногда в какой-то несчастной мысль, и никак мы не можем с ней справиться, и руки опускаются, и тогда у нас только одна надежда, о которой здесь апостол Павел говорит. Надежда на благодать Божию, она не постыжает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok